Дорогой солдат, поздравляю тебя с 23 февраля. Поскорее возвращайся домой живым и здоровым. Такие письма можно написать в библиотеке имени Аксакова, а также на праздничном концерте, посвященном празднику 23 февраля во Дворце культуры Губернаторский. Письма солдатам от жителей Ульяновска обязательно дойдут до адресатов. Россия – родина героев. Праздничный концерт под таким названием стал подарком защитникам Отечества из Ульяновска, тем, кто уже вернулся с фронта и тем, кто сегодня на фронте приближает победу. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поздравил с праздником всех, кто к нему причастен. Всех нас, таких на первый взгляд разных людей, обвинять искренняя, глубокая, деятельная любовь к своей великой и малой родине, готовность встать на ее защиту. И поэтому День защитника Отечества – это наш большой общий праздник. Свои особые поздравления, безусловно, мы адресуем сегодня тем своим землякам и соотечественникам, которые с оружием в УК выполняют боевые задачи, участвуя в специальной военной операции. Поздравить военных с праздником прибыл генерал-майор в отставке Вадим Орлов. Он напомнил зрителям основные веки отечественной истории, которыми по праву может гордиться наш регион. Чудом мы выравниваем ситуацию. И завершается первая чеченская кампания. Руководство делает выводы. Образуется дверчей войской армии. В Моздоке принимает командование шаманов. Трошит другой армии. Дается время на подготовку. И вторая чеченская война уже проходит организованно. Без большой крови катастрофы для вооруженных сил. Во время концерта в холле ДК «Губернаторский» работала выставка патриотической тематики. Филиал Ульяновского краеведческого музея «Конспиративная квартира симбирской группы РСДРП» представила экспонаты в рамках грантового проекта «Впереди победа». Ну и часть выставки мы сегодня как раз и привезли в ДК «Губернаторский». Показать, что у нас уже набралось. В будущем возможно набрать новых материалов, потому что заинтересует наш проект. Но вообще наш музей с 2005 года занимается локальными конфликтами. Это и Афганистан, это и Северный Кавказ. Сейчас в реалиях и, естественно, специальная военная операция. Вклад ульяновцев в победу будущего. Участники военно-исторического клуба «Дружина Витязь» ежегодно готовят выставку к 23 февраля. Этот год не стал исключением. Представлено некоторое вида оружия, которое участвовало в Великой Отечественной войне, как отечественное, так и немецкое. Помимо этого также предметы обмундирования, элементы быта, и также разные экспонаты здесь на выставке. То есть участвую я не один. Праздничный концерт завершился выступлением группы «Ассорти». Девушки поздравили ульяновских защитников с праздником и спели песни военных лет. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.